В парке Наташинские пруды прошло дефиле этнографических народных костюмов. Зрители увидели наряды Рязанской, Курской, Белгородской, Брянской и Орловской губерний. Какую одежду носили на Руси в середине 19-го, начале 20-го веков, узнали мои коллеги. Заглянуть в прошлое страны люберчанам удалось благодаря коллекционеру старинной одежды Наталье Волковой. За несколько десятилетий она собрала более 150 предметов. Настоящие подлинные костюмы, которые прямо лежат в сундуке у бабушек. Когда ты приезжаешь, бабушка открывает сундук, и вот она начинает вытаскивать газетку, костюмчик, газетку, костюмчик. Когда ты одеваешь этот костюм, ты чувствуешь себя каким-то, не знаю, как будто героем из книги. И вот эти костюмы тут и свадебные у нас, и детские. Это такая энергетика. Мы друг от друга вот сейчас будем заряжаться, и я надеюсь, что мы свою энергию передадим сюда нашим зрителям. У каждой крестьянки было до 30 нарядов. Повседневный, воскресный, траурный, праздничный. Его надевали на Рождество, Крещение и Пасху. И, конечно, свадебный. По платью можно было узнать о месте проживания, социальном статусе и семейном положении. В каждом регионе свои традиционные костюмы, которые отличались по стилю, цвету и материалу. Праздничные наряды расшивали бисером и золотом. Показ старинной народной одежды в Люберцах организовали впервые. На фоне всех последних государственных праздников дождливых захотелось призывать солнце яркими костюмами, нарядами. И подвернулся удобный случай представить коллекцию, которая обычно фигурирует как музейные экспонаты и ездит по выставкам. Мы должны, как учреждение культуры, знакомить людей с культурой непосредственно. Праздничные дефиле посвятили Дню славянской письменности и культуры.